мы куда-то свернули как в прошлый раз короче в чигири сейчас мне еще кто-нибудь напишет что я неправильно распоряжаюсь русским языком машинка они еще вовен кипяток не слышали ты говоришь кипяток а надо кипяток он даже сейчас не может поймать это ударение правильно не может понять где правильно где неправильно кипяток или кипяток это очень смешно конечно 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 никто так не говорит ну вот так получается что люди начали обвинять меня в том что я мол с большой земли тут написала алика и она считает себя коренной калининград очкой хотя в сорок шестом году калининград заселили имя алика уж сильно не похоже на коренной народ а вот но она начала на очень ломаном русском языке кстати я попрошу заметить я нашла у него в тексте 24 грамматические ошибки и 6 орфографических в каждом предложении и она меня обвиняла что я мол что-то там неправильно выразилась как ей показалось что мой словарный оборот ей просто претит ну и в общем я обиделась на нее и сказала ей о ее ошибках в тексте который она даже не смогла найти у себя хотя училась она точно на одни двойки и пытается еще других людей обвинять не парься я не парюсь я просто рассказываю о каких-то вот таких моментах в нашей канальной жизни канальной каналия как сказал боярский ну ладно будем гулять у меня ребенок смеется надо мной говорит что я должна в на канале показать свой этот красный диплом и дневник отличницы из школы чтобы все поняли что я на самом деле очень хорошо знаю русский язык и училась на отличном университете и в школе чтобы все поняли что меня не в чем упрекнуть здесь вот смотрите какие дома красивые там санатории отели вот магазинчики максим пить хочет сейчас побежим покупать вот вилла анна 1935 и как-то же неправильно сказала ну я так и сказала нет ну ладно ну значит я она должна была сказать вилла она 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 сейчас выйдет страшный клоуна будешь знать тут железнодорожная станция мы пришли на 2 светлогорск 2 мы отсюда и поедем домой только не сейчас мы пошли гулять при приехали сюда погулять они вафлю съесть и уехать нет мы еще не нагулялись да мы на море приехали и у и и и и и и и Прогуливаемся, радуемся. Сегодня такая погода замечательная. Идёшь, и ты в комфорте. Тебе не жарко, тебе не холодно. Тебе просто хорошо. Сосны солнцем подсвечены. Тут вообще прям приличный, конечно. Сейчас на море пойдём. Ребята пошли в магазин купить, попить. А я тут рассматриваю. Такие штучки всякие интересные. Ресторанчик. Сейчас мы будем спускаться с большой-большой горы. И тут какие-то штучки всякие. Я что-то в маске. Забылась, в маске осталась такая. Сейчас нам долго спускаться. Здесь большая крутая гора и море. Смотрите, как облака такие, да? Так красиво, да, Вова? Я снимал сегодня облака. Моря и... И ветер. Ух, какой... А, кстати, у нас в Калининградской области за последние сутки утонуло 5 человек. И как раз из-за того, что была очень сильная буря на море, менялась погода. И отбойное течение и унесло людей. Люди просто делают ошибки. Они купаются после 21 часа. Когда спасатели уходят из дома... Ой, из дома. Когда спасатели уходят из дома. С работы, да, с поста своего. Спасатели уже не работают. И люди могут утонуть прямо на городском пляже. Потому что... Многие не знакомы с Балтийским морем. Они думают, что это как Черное море. Хотя в Черном море тоже. Тоже опасно. Если правило такое, волна выше средней, не лезь в воду. Лучше полезь в воду, когда будет нормальная погода. А тут и ветер был, и уже волны были, и отбойное течение. И люди могут... Ну вот, именно тонули не те, кто тонул, а те, кто их спасал, утонули. То есть тонули именно не те люди, которые тонули. Я зашел далеко от моря. Чуть не утонул. Да, в Пионерском. Причем в Пионерском городской пляже должны были дежурить спасатели. А спасал тебя папа прямо в штанах. Да. И хорошо, что еще смог спасти. А мы так испугались тогда. Он еще маленький, Максим, был. И начал тонуть. И держался еле-еле уже за волнорез. Но там ноги не доставали. Нет, я не за волнорез держался. Я по волнам прыгал. Не, ну там и волнорез рядом же был. Ты за него там цепляться пытался. А, не успел, да? Ну, в общем, ты начал кричать. И Максим увидел. Подорвался, побежал. И она успела вытащить. А так бы все. Могло унести куда угодно. И все. А сейчас там вообще сильные волны такие. Сейчас покажем. Уже сейчас подходим. Прям буря на море. Это сильные волны. Такую погоду купаться ни в коем случае нельзя. Вот посмотрите. Видите, какая сегодня волнующаяся гладь. Сегодня очень все неспокойно. И вот последние сутки оно вот так и есть неспокойно. И люди начали тонуть сразу же. Вот за столом сидеть, кушать в такую погоду приятнее некуда. А купаться ни в коем случае нельзя. Ну-ка, давайте посмотрим поближе. Ну, там и кушать надо заказывать. Ну, я бы поел в погоду. Пойдем, посидим тут за столиком. Максим поест хот-догом и посидим. Пошли? Пойдемте. Присядем. Вот хот-дог, да, будешь кушать? Да, Максюш? Макс, я тебе покажу. Хот-дог. Ну, давай, садись. Давай. Французский. Да. Без горчицы, да? Без горчицы, да. Майонез, кетчуп. Майонез и кетчуп. Да. Ну, вот. Отлично. И вот, смотрите, вот. Девочки там. Ну, вот спрыгают, но, слава богу, они там просто ножки мочат. Вот маячок тут такой красивый. Вот такие французские хот-доги. Здесь все едят. Ну, я думаю, что по всей России, наверное, и по всему морю едят. Ну, а что, очень вкусные. Максиму нравится. Вот. Ладно, не надо тебя снимать. Давай я сниму твой хот-дог отдельно. Вот такие хот-доги. Вот. Очень красивые. Для мясоедов, конечно. Смотрите, как море резко почернело. Все-все-все почернело. И набежала огромная туча. Так сразу стало прям... Максим предполагает, что вон тот лифт работает морской. По идее, должен. И каждый из нас боится на нем подниматься. Но и хочется, и колется. Вот ресторан мне этот нравится. Я все время хочу в него сходить. Но сейчас я есть не хочу. Я съела эту вафлю. А тут лежаки. Смотрите, какие. Целая куча лежаков. Пляж обустроили. Да, я тоже хочу в этот отель. Но у нас Демидка дома. А так бы, конечно. Можно было бы. Но я же не брошу собачку мамину. Ну, может сюда можно с Демидом. Смотрите, какая девчонка тут. А? С Демидом? Ох, что-то, судя по красной ковровой дорожке, которая тут есть. Бассейн. Ух ты, смотри, Максим, какие бассейны. Здорово, тут бассейны. А нож, что для детей иногда? Или просто, что теплая, допустим, вода? Да, теплая. Или она на солнце, наверное, за 5 минут. Ух ты, смотри, какой закат начинается. Здорово. Где? Они что, с ума сошли? Да, вот. Вот так и тонут. Все, вот так и тонут. Прогуливаемся. Все люди снимают закат. Потому что он вот такой вот красивый. Море почернело. Ну, люди посещают. Вот так, тут вот пусто в ресторанчике. Там кто-то один пляшет. А так люди ходят в рестораны. Сейчас нормально вечером. Сидят некоторые. Едят, пьют. Едят, пьют. Все, без проблем. Просто сейчас ветрено. Не все рестораны заполнены. Но есть. Более-менее так нормально. Вообще погода замечательная. Я люблю, когда вот такой вот ветер. Смотри, какой прикольный автобусик. Какой автобусик. Вот честно, вот я не знаю. Глупые люди. Зачем они пошли купаться? За волнорезы они пошли. И начали прыгать. Под некоторые в одежде. Зачем? Они сошли с ума, видимо, что тоже эти люди. Ну, посмотрите на них. Закат, ветер, полный. Спасать их уже никто не будет. Так, а где он этот пушик? Да, вон он. Вон дед идет в море. Где? Там в далеке. А, ну далеко там. Не увидит камера. Но вот эти, они вообще похожи на сумаспродов. Честно. Красиво, да? Так шикарно выглядит. Да? Ну, я слышу. Нет, это не причем. Может, они спасатели делать кувырок? Да, они не спасатели, ты что? А здесь не... А, вот лавочка. Давайте посидим, вон. Или ты не хочешь? Ой, сядем вот сюда. Красивенько. Красивенько. Здорово. Динь-динь-динь. Здорово. Такой красивый закат. Они еще, слава богу, живые. Здорово. Там перекрыли, что же? Что перекрыли? Нет, там... Почему? Да. Да. Ну, пошлите тогда здесь. Пошлите. Пошли тогда по этому подъему. Да. Попробуем подняться. Единственное, может быть, стоит все-таки возле маяка пройдем чуть-чуть. Я не хочу этот очень крутой подъем. Ну, пошлите по нашей горке. Или по той лестнице можно у моря. Как хотите. Лестнице тяжело. Тяжело? Ну, мне вот без разницы. Ладно, отдохнем там на горке тогда. Периодически будем отдыхать и все. Я просто за ветром не выяснил, что слышно. Ну, это... Вов, ты подправишь звук там? Сможешь? Попробую. Или уберем звук музыку. Потом ставим. Будет съемка моря и музыка. Пусть камера. Ага. Спасибо. Ветер уже шквалистый. Хорошо, что мы добрались до подъема. Уже ноги песком бьет. Из меня зато фигурь была. Набритая еще рабочую неделю. Да, Вова? А теперь нам надо всего лишь подняться в маленькую горочку. Чуть-чуть. Продолжение следует...